здравствуйте уважаемые зрители у меня здесь немножко накопилось отходов из нормальных материалов вот как допустим остаток этого пера цесарочки резинки силиконовая я решил изготовить нимфу и прав вам показать оружие немножко в районе формируем и свинца торакс промажем клеем и окончательно закрепим наш свинец качестве хвостика я и покрывного чехольчика я буду использовать перо охотничьего фазана отрываю пять семь восемь бородок как выйдет у вас и в одном месте я креплю хвостик приблизительно вот так подтянули посмотрели вот этой длины будет вполне достаточно промотаем наш материал и отрежем перо я это не выбрасываю я буду покрывать им чехольчик придадим нашему хвостику форму слегка торчащую проматываем сзади хвостика парочку раз вот так вот так у нас выглядит хвостик и теперь здесь же я креплю то перо которое я отрезал если его будет недостаточно для ширины нашей нимфочки можно добавить еще немножко можно использовать и другое перо перо индюка если у вас есть наличие я использую это подравняем уберем остатки и крепим здесь вот такой приблизительно ширины нам будет достаточно для покрова в качестве сегментации я буду использовать остаток вот такого люрекса он достаточно крепкий и елочных украшений но достаточно крепкий закрепили и теперь у меня осталось остались вот остаточки разных резиновой резины силиконовой желтого зеленого цвета я их креплю здесь же шоу хвостика и будем об изготавливать тело из этой резинки и теперь вот оставляем материал немножечко промажу клеем и закреплю окончательно нашу силиконовую резиночку так сделаем небольшое утолщение из нитки можно взять другую нить и сделать в толщине в районе торакса и нашу основную нить мы вводим до середины нашего торакса отрезали вспомогательную для лучшей крепости я немножко всегда промазываю но клеем но силиконовая наша резиночка она и так достаточно крепкая уже проверено зубами нашей рыбки то есть живет долго беру все остаточки какие у меня есть складываю в одну плоскую полосочку и у основания нашего хвостика делаю с натяжкой оборот а потом начинаю двигать с небольшим отпуском до нашей грудки закрепим резинку и остатки отрежем и теперь для того чтобы окончательно можно было вязать дальше мушку я здесь промотаю немножечко возвращаясь вот до этого места одна треть грудки промазываю клеем вверх и теперь делаю наш чехольчик вот накрываем вот так натяжечку нашим чехольчиком прихватываем остатки отрезали возвращаю нить на то место где у меня была закреплена она вначале вот к этому месту и здесь я делаю два-три оборота для закрепления нити и теперь нам остается только лишь промотать нашим люрексом просегментировать тело просегментировать тело закрепили и остатки отрезали для более красочной грудки я креплю перышко цесарки чтобы у нашей нимфочки имитировали ножки отрезаем остаток подготавливаем и крепим закрепили и здесь же я креплю остатки пера павлина которые у меня есть и теперь здесь из этих остаточков делаю грудку вот так и теперь окончательно прихватим наши перья отрезали так как у меня половинка пера из куропат из цесарки то я беру и делаю буквально буквально здесь один оборот чтобы сильно я поправлю для себя крючок буквально один оборот чтобы не сильно много было наших лапок делаем вот так вот так вот так вот так и крепим наше перо закрепили остатки отрезали и сформируем головку вот мы вскрыли лаком головку и наша нимфочка готова к работе благодарю за внимание до скорых встреч до встречи